здравствуйте дорогие друзья я сказочница сегодня я расскажу вам русскую народную сказку скатерть баранчик и сума жили-были старик да старуха раз пошел старик на реку рыбу ловить смотрит сети попался журавль рвется бьется выбраться не может пожалел старик журавля зачем думает такой доброй птице пропадать подошел он к журавлю и помог ему высвободиться из сетей а журавль говорит ему человеческим голосом спасибо тебе старичок век не забуду твою услугу а пойдем со мной награжу я тебя дам тебе хороший подарок вот и пошли они старик да журавль шли-шли они по болоту и пришли журавлёвой избе тут журавль вынес скатерть подает старичку и говорит вот тебе подарок это скатерочка непростая стоит только сказать напои на корни скатерочка и все у тебя будет поблагодарил старичок журавля и пошел домой по пути захотелось ему есть сел старичок под кусток развернул скатерочку и говорит напои на корни скатерочка и тут же появилось все что надо и жареное и пареное ешь не хочу наелся старичок напился свернул скатерочку и дальше пошел долго ли коротко ли шел старик застала его по пути темная ночь постучался он в дом к богатому мужику пустите перед ночевать прохожего человека ночевать пустим а угощение не проси отвечает хозяин да мне и не надо угощение говорит ему старичок у меня чудесная скатерочка есть она и напои и накормит а ну покажи спрашивает его хозяин старичок развернул на столе скатерочку и тут же все появилось ешь пей поели попили они вдоволь а хозяин задумал у старичка эту скатерочку украсть когда старик уснул вытащил он у него эту скатерть а взамен ее положил свою такую же утром старичок распрощался с хозяином и не заметил что скатерть то у него не та приходит он в деревню к своей старухе ну говорит старуха теперь тебе не надо будет ни хлебы месить не щи варить как так удивляется жена а вот так нас теперь вот это скатерочка подчивать будет развернул он скатерть на столе и говорит напои и накормить скатерочка а скатерть лежит как ее положили эх обманул меня журавль говорит старик пойду к нему на болото хоть покорю его зачем обманывает приходит старичок на болото зачем пожаловал старичок спрашивает его журавль да вот плохое ты мне скатерочку подарил не тужи старичок говорит журавль дам я тебе другой подарок и вынес ему из избушки баранчика этот баранчик не простой говорит журавль он золото дает стоит только сказать баранчик стряхни и посыпется из него золото поблагодарил старичок журавля и пошел домой шел он шел и опять застала его по пути темная ночь попросился он на ночлег к тому же богатому мужику пустите переночевать но иди да я не один со мной баранчик а баранчика на дворе оставь не могу я это не простой баранчик он золото дает да не может этого быть а вот может говорит старичок расстелил он посреди комнаты рогожу поставил на нее баранчика и говорит баранчик встряхнись и тут же посыпалось золото богатый хозяин задумал и баранчика у старика отнять уложил он старика спать и когда старичок уснул увел он от него баранчика на его место поставил своего такого же поди узнай утром старичок проснулся распрощался с хозяином не заметил что баранчик не тот и пошел домой приходит к своей старухи и говорит ну старуха теперь богата мы заживем ой с чего это богатство то возьмется а нам теперь вот этот баранчик будет золото давать велел он старик старухе расстелить посреди пола рогожу поставил на нее баранчика и говорит баранчик стряхнись а баранчик стоит как его поставили а старик опять баранчик стряхнись а баранчик только бедами эх говорит старичок опять обманул меня журавль вот уж пойду к нему на болото хоть за обман его попеняю приходит старичок на болото стал он журавля звать вышел к нему журавль и спрашивает зачем опять пожаловал старичок да вот плохие ты мне подарки подарил да никакого проку в них нет выслушал журавль старичка и спрашивает а не заходил ли ты кому-нибудь по дороге ну заходил к богатому мужику а не хвастал ли ты моими подарками ну хвастал ну что ж говорит журавль дам я тебе последний подарок он тебе и ума придаст и прежние мои подарки вернет и вынес журавль из избушки суму на вот держи говорит он старичку скажи-ка сорок из сумы старичок и говорит а ну сорок из сумы не успел сказать как выскочили из сумы сорок молодцев с дубинками и на старика тут старик сообразил что к чему и говорит сорок в суму сорок в суму и тут же сорок молодцев с дубинками в суму спрятались как будто их и не бывало поблагодарил старичок журавля и пошел домой шел он шел а под вечер опять попросился на ночлег к тому же богатому мужику а тот его уже как дорогого гостя встречает вот куда бы мне эту суму положить спрашивает старичок а ты ее у порога брось не могу говорит старичок это непростая сума она все просьбы исполняет стоит только сказать сорок из сумы а говорит хозяин ну тогда повесь ее на гвоздик старичок повесил суму на гвоздик а сам на печку влез и смотрит что дальше будет а хозяин подождал подождал потом он решил что старичок уже уснул да и говорит сорок из сумы только сказал как выскочили из сумы сорок молодцев с дубинками и давай его бить бьют бьют убежать не дают не своим голосом закричал хозяин ой дедушка дедушка проснись помоги а старичок с печки то говорит а кто мою скотерочку подменил ой не знаю ах не знаешь так и помощи у меня не проси я я подменил отдам я тебе твою скотерочку а кто моего баранчика подменил и баранчика тебе отдам только в живых меня оставь не будешь больше людей обманывать спрашивает старичок ой ой не буду никогда тут старик и говорит сорок в суму только сказал и все сорок молодцев с дубинками спрятались в суму как будто их и не бывало а хозяин принес скатерть привел баранчика а сам весь кряхтит охает забрал старик все свои подарки и пошел в деревню к своей старухе и с тех пор стали они жить поживать и всех кормить угощать и сказочница у них была мед пиво пила по губам текло а в рот не попало а и а и и и и и и и и